Экс-глава Белого дома Дональд Трамп лидирует на праймерис в штатах Западная Вирджиния, Мэриленд и Небраска. Об этом сообщила телекомпания NBC. После обработки 77% бюллетеней в Западной Вирджинии Трамп набирает 88% голосов. В Мэриленде после подсчета 55% бюллетеней экс-президент получил поддержку 79,7% избирателей. В Небраске, где обработали 22% бюллетеней, за Трампа отдали голос 71,3%. Его главные соперники, экс-постпред США при ООН Ники Хейли, губернатор Флориды Рон Ди Сантис и бизнесмен Вивек Рамасвами ранее объявили о выходе с предвыборной гонки. Как заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, судебное разбирательство, начатое против Трампа, политически мотивированная игра, которая не так сильно повлияла на популярность экс-лидера Соединенных Штатов. Ранее на бывшего американского президента завели четыре уголовных дела. Одно из них касается секретных документов, которые политик хранил в своей резиденции во Флориде после ухода с поста главы государства. Среди тех документов были данные об обороноспособности и состоянии ядерных вооружений США и других стран, дрифинги разведки и аналитические материалы. Уже пятую неделю президент Трамп находится в суде на этом фиктивном судебном процессе. Они делают это намеренно, чтобы не допустить его участия в предвыборной кампании. До выборов осталось шесть месяцев. Именно по этой причине они выдвинули эти обвинения. Преступление, в котором они обвиняют президента Трампа, это фальсификация деловых документов. Они втянули его в это нелепое судебное преследование, которое связано с политикой, а не с правосудием. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки среди американских избирателей. Однако действующий лидер страны Джо Байден и его ближайшие советники не верят в результаты опросов. По данным ряда СМИ, президент Байден искренне убежден в том, что результаты опросов общественного мнения не отражают реальный уровень его поддержки со стороны населения. Ранее в интервью CNN Байден заявил, что результаты опросов все время были неверны. Президент Трамп лидирует в опросах общественного мнения. За последние несколько месяцев я побывал в 102 городах и более чем в половине штатов. Везде я провожу различные мероприятия, на которые приходят люди из всех слоев общества. И они обеспокоены тем, что происходит у нас в стране. Им это противно. Они сыты по горло. Каждый, кто смотрит на происходящее объективно, не может отрицать, что судебная система в США стала оружием против президента Трампа. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатам от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от демократической партии. По последней информации, Трамп опережает действующего президента в пяти из шести ключевых американских штатах, традиционно колеблющихся между кандидатами в президенты от демократической и республиканской партии в Мичигане, Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании. Байден лидирует среди зарегистрированных избирателей только в одном штате – Висконсине. На выборах в 2020 году Байден одержал победу во всех шести ключевых штатах.